Недельная глава Тора На этой неделе мы читаем главу, которая называется Леха Это третья глава в книге Боришис, то есть Бытие С 12 главы 1 стих по 18 главу 27 стих И сказал Господь Аврааму, иди с земли Твоей, и с родины Твоей, и с дома Отца Твоего на землю, которую укажу Тебе Я сделаю Тебя великим народом, и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и быть Тебе благословением И благословлю я Тебя благословляющими, а злословующих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все семейства земли Это я читал немножко с другого перевода, но, вы знаете, это одно из самых ключевых мест в Писании Это эпохальное событие, которое в будущем изменит весь мир И, знаете, Авраам получает призыв от Господа, когда ему 75 лет То есть немолодой еще юноша И Бог ему говорит, оставь землю Твою, родство Твое, и выйди И иди в землю, которую я тебе скажу Он даже не говорит, иди в Ханаан, и иди куда-нибудь в другое место Об этой главе, об Аврааме, о его исходе уже рассказано множество Множество таких историй, множество комментариев И я хотел бы обратить внимание тоже на некоторые нюансы Давайте, знаете, есть такое У нас, верующих, существует тенденция Она заключается в том, что мы идеализируем персонажей Писания Знаете, Авраам, Авину, Мошера Бейну Авраам еще до того, как Тора появилась, учил ее где-то в Ешивах Маше пошел первый раз, там услышал и побежал Там, знаете, еще есть один, там, коня на ходу остановит Горячую избу войдет, ну это Сара, понимаете Но на самом-то деле все не так просто Прежде всего это люди И мы порой не обращаем внимания на какие-то такие нюансы Которые были не всегда правильные А если даже обращаем, то мы стараемся их как бы, ну, оправдать Ну, так получилось Но зато делаем акцент на тех хороших Он услышал и вышел Но вы знаете, если мы будем смотреть на предмет только с одной стороны Мы можем совершить большую ошибку Мы не видим ее полностью То есть, чтобы осознать что-то, нужно посмотреть на это с разных сторон Увидеть не только одну сторону Например, услышал Авраам и вышел Кстати, с Авраам Интересное сочетание, ну, название вообще Лех-Леха, да? Это буквально Выходя, выходи И еще есть такой вопрос В другой перевод Он означает буквально Выйди из себя Не просто там, знаете, я вышел из себя А выйди из себя Выйди из внутренности Выйди изнутри Знаете, есть поговорка, что Израиль вышел из Египта, да? Но не всегда Египет спешит выходить из евреев Так же самое и здесь И Бог говорит Выходя, выходи из себя Выходи из себя И когда Бог призвал Авраама Его звали Авраам Не Авраам Он был просто Авраам Отец возвеличен Или другой перевод Возвеличен отцом То есть, получается, что Все его-то доблести было То, что папа был правильный И вот благодаря папе Он хороший И имя Чтобы как бы сразу касаемся имени Имя, оно имеет внутренний смысл То есть, вы заметили, что В нацистских концлагерях Евреев лишали имен Вообще, заключенных лишают имен Им дают номера Заключенный номер 6800 Там ты, 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 ты То есть, не говорят Там Петр Васильевич Осужден То есть, почему? Потому что имя обезличивает человека Ну, цифры обезличивают человека Имя делает человека Сущим То есть, Бог Поэтому их спрашивает Как зовут тебя Господь? Как мне сказать? Как тебя зовут? Ну, когда я пойду к народу Как зовут тебя? И Он говорит «Имя мое Ашер Агия Ашер, я тот, кто я есть, Яхаве». Итак, смотрите, Авраам начинает свое путешествие из Харана. И не только из земли, но и из себя. Вначале все вроде правильно. Он спускается, да, он берет там семью, берет лота, ну про лота я не знаю, буду спорить, не спорить, но вот он берет их, и они спускаются в Сихим, Шхем. Они подходят к Бетелю, ставят жертвенник. Все хорошо, начало просто прекрасное. Потом наступает голод, и они уходят в Египет. Говорил Бог уходить в Египет? Нет. Правильно было это? Не знаю. И в Харан, вот Витя говорит, он лучше знает. Ну, они пошли, послушайте, но интересный момент. Даже пойдя в Харан неправильно, он строит там жертвенник. А спускаясь в Египет, да, спускаясь в Египет, он там жертвейки не строит. Там с историей Сары происходит. Испугался отец многих народов. Скажи мне, скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя. Испугался Авраам, испугался, и в страхе своем забыл Бога, обещание, обетование Бога, да. И все, согласился. Забрали у Авраама Сару, мать многих народов, а ему компенсацию дали денежную. И Аврааму хорошо ради Сары. Вот только Богу, знаете, одному нехорошо. Потому что у Бога другие планы. У Бога нету планов, чтобы через Сару рождались фараоны. Понимаете, чтобы исполнилось Божье Слово, одного Авраама было мало. Нужна была Сара. Она тоже не была образцом и эталоном. Но без нее ничего бы не получилось. И не семя, потому что не семя Авраама бы рождалось бы, а семя фараона. И поэтому Бог вступился за Сару. Вообще-то Бог вступился за себя, за свое Слово. Знаете, очень часто, когда мы будем соглашаться с этим миром, отдавая Ему то, что принадлежит Богу, сам Бог придет и заступится за себя. С моей жизнью был такой момент, когда деньги, тщеславие увели меня в сторону от Божьего призвания и заставили идти на компромисс с совестью. И Бог пришел в мой Египет. Я лишился всего, что нажил неправильным трудом. И мне пришлось вспомнить, что дар Божий, который Он мне дал для того, чтобы... Ну, не для того, чтобы плодить семя фараона и справки поддельные в налоговую инспекцию, а чтобы приносить плоды в Его Царство. Он вступился за себя, но тем самым вступился за меня лично. И ведь мог я потерять больше, чем деньги, я мог потерять свою душу. Понимаете, очень часто вот так происходит. Мы правильно начинаем, но потом приходит испытание, и в этом испытании главное устоять и пойти дальше. Итак, мы видим конфликт... Следующая глава. Мы видим конфликт с Уотом. Заметьте, это идет время, это идут года, это не просто, знаете, так сразу. Оп, через неделю, оп, через две недели, три, три... Это идут время, это идут годы. И вот конфликт с Уотом. Уже все хорошо, они прошли Египет. Авраам что-то понял. У него есть деньги из Тада, у Уота есть деньги из Тада. И что происходит? Происходит конфликт. И Авраам, чтобы сохранить мир, что говорит? Решай сам. Вот, налево, направо. Тот посмотрел, увидел. О, Содом, классно. Пошел в Содом. Авраам остался. Но заметьте, очень интересный момент. Заметьте, очень интересный момент. Когда Уот, избравший Содом, в конечном итоге лежился всего. Уот, кажется, выбрал самое интересное. Да, он выбрал самое, вроде бы, прекрасное. И он ушел в Содом со стадами, с золотом, с лугами, со всякими, ну, со всеми. А в конечном итоге, мы помним, да, не приходит в город, а он живет в доме. И все, где слуги, где стада. Есть семья, есть, ну, есть дитя, которые его тоже оставили. Понимаете? То есть, опять же, хороший урок. Очень хороший урок. Итак, потом мы видим следующий момент. Мы видим, как цари, да, приходят и захватываются дом, захватывают Улота. И Авраам мог бы выдохнуть, сказать, ну, хорошо, ребята, сам виноват, сам пошел. Не я же тебя туда посылал. Ну, твоя проблема, я что, я тебе предложил, ты выбрал. И Авраам, несмотря ни на что, Авраам, заметил, он еще не Авраам. Авраам. И проходит время, он просто поднимается, он идет, и он что делает? Он побеждает этих царей, да. Он побеждает, освобождает Улота. История с Мельхиседеком когда-то вот ему дает, ну, помните, да, десятину. И выходит в это время царь Содомский. И что делает царь Содомский? У царя Содомского ничего вообще нет. Вообще. У него все забрали. И тут приходит Авраам, у которого и его люди, и его деньги, и царь Содомский ему говорит, что, помните? Забирай все, а людей мне отдавай. Ну, такой щедрый парень. Ничего у меня нету, ну, возьми вот то, что уже у тебя мое, а вот остальное отдай мне. И помните, вот, Авраам, ну, Авраам сказал царю Содомскому, поднимай руку мою Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки от ремня обуви не возьму из твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. И тут я провожу параллели с Ешуа. Вы помните, когда Ешуа стоял в искушении, и дьявол ему говорит, вот, бери все, вот, видишь, небо, вот, царство, все, бери, оно будет твоим, только поклонись мне. И он говорит, Господу Богу твоему поклоняйся. Понимаете? То есть такая же самая параллель. На самом-то деле дьявол имеет только то, что мы ему даем. Все принадлежит Господу. Но когда мы соглашаемся с ним, с царем Содомским, мы тогда становимся его должниками. Авраам не хотел этого. И мы видим еще один момент в его копилку. Итак, новое испытание. Уже Аврааму 85 лет. Приходит Бог, обновляет завет, помните, и говорит ему, будет у тебя потомок. Помните этот момент, там, если вы читали, он говорит, у меня нету даже наследника. Вот Элизара он будет наследовать. Он говорит, выйди, посмотри на небо. Вот как звезд небесных, столько у тебя будет потомков. Написано, Авраам поверил, да, любимое место. И это вменилось ему в праведность. Да? И после этого, что он делает? Говорит Господь, жду, доверяю. Он идет с Сарой, и они начинают делать историю с Измаилом. Помните, да? То есть он услышал, ну ладно, Господь, помогу тебе. Очень часто мы помогаем Богу, не тем, чем надо. Очень часто, к сожалению. И знаете, наследство, захваченное поспешно, оно приносит небогосовица впоследствии. Аврааму было тогда уже 86 лет, когда он помог Богу. И эта помощь до сих пор в Израиле окается. Арабско-израильский конфликт до сих пор. Что бы было, если бы Авраам послушал, все-таки дождался бы. И вот, наконец, Аврааму 99 лет. Посмотрите, сколько лет прошло. От начала нашего повествования до сих пор. Много-много лет. Он прошел все, очень-очень много испытаний. И в конечном, ну, конечный уже вот, вот уже все, вроде бы 99 лет. И вы знаете, что-то с Авраамом происходит. Почему я делаю вывод? Он не доверяет Богу где-то. Он уже перестает надеяться. Почему я это делаю вывод? Давайте посмотрим 17 главу, 17-18 стих. И пал Авраам на лице свое и рассмеялся, и сказал сам себе, неужели от столетнего будет сын? Ну, перед этим он говорил, да, Господь. И написано, что это вменялось ему в праведность. И тут такой, прошло 13 лет, и у человека началось вот такое уже все. И он говорит, Исара 90-летняя, неужели родит? И сказал Авраам Богу, о, хотя бы Измаил был жил перед лицем твоим. Понимаете? Он держится за то, что у него есть. Измаила. Он уже готов согласиться вот на этот кусочек, но лишь бы что-то. Он уже стар, немощен. И в 2 Коринфянам 12 глава говорится, Но Господь сказал мне, довольна для тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощи. Поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Божья. Бог верен своему слову, и всему, знаете, и всему свои времена и сроки. Когда мы смотрим на путешествие Авраама, вот так, знаете, читая Писание, вроде бы это так, хоба, 34 страницы, 2 главы, 3 главы. Но когда мы посмотрим с высот небес, это 24 года. 24 года. Это 24 года человек шел, проходил испытания, он проходил какие-то жизненные проверки. И вот здесь, когда он уже был немощен, Бог называет его Авраам, отец многих народов. А Сару, которую звали Сарай, то есть сварливая, он называет мать многих народов. Вы понимаете? Конечно, можно возмущаться, как же Бог, как же ты такой, вот как ты так, ну почему сразу нельзя все было сделать? Почему? Ну знаете, очень часто мы не ценим то, что мы имеем. Очень часто мы не ценим, не доверяем. Мы верим Богу, мы верим, что Он есть, мы верим Ему Слову. Но когда приходит испытание, мы спускаемся в Египет. И вместо того, чтобы строить там жертвенник и славить Бога, мы начинаем торговать Сарою. Торговать тем, без чего мы не сможем просто изменить ситуацию. Очень часто, когда уже Бог подтверждает сверхъестественно многие вещи, мы начинаем что делать? Мы начинаем уже держаться за Измаила. Хотя Господь, знаете, хочет дать нам больше и лучше. Он знает это. И эта глава очень интересная, потому что выходя из себя, нам нужно научиться выходить из себя. Нам нужно выходить из своих ситуаций, из своего неверия, из своих страхов. И вот этот весь путь, это был выход Авраама из себя. Он выходил из себя прошлого, чтобы войти в себя настоящее. Потому что, если бы он был таким, каким он был в начале, он бы не сделал бы вот этого. «Возложи сына моего, сына своего единокровного, отдай мне в жертву». Не было бы этого. Он сказал, «Ты что, Бог, никогда в жизни? Ты вообще, ты это говоришь?» Поэтому иногда в наших жизнях будут испытания, иногда в наших жизнях будут трудности. Но нужно помнить то, что Бог верен, что Он говорит нам изначально. Если Он вам обещал что-то, что-то обещал, доверяйте Ему, доверяйте Богу. Это порою трудно, это порою тяжело, но это возможно. Ну, вот такая была несерьезная, серьезная глава. Господь, благослови нас во имя Ишуа. Боже, дай нам совершать этот путь, это течение, которое Ты нам сказал, Боже, совершать. Как написано, что течение совершил, веру сохранил, дай нам, Боже, сохранить нашу веру. Дай нам расти, Боже, в этой вере. Дай нам быть открытыми, Господь, открытыми к Твоему Слову и быть исполнителями Твоего Слова. Во имя Ишуа. Благослови каждого, кому сейчас трудно, кому тяжело, кто, может быть, находится в таких ситуациях, как был Авраам, когда ему нужно делать выбор. Боже, пусть будет правильный выбор от Тебя. И пусть то, что Ты сказал в Слове Своем, оно исполнится в жизнях каждого из нас и в жизни Израиля Церкви Божией. Во имя Ишуа. Амин. Амин. Амин.